А последний год у нас был сплошной непорядок. Ну сейчас-то у нас порядок, посмотри, что всё красиво. Да, порядок. Теперь уже институт на гостей со всех властей позвать. Непорядком домовёна Кузя называет капитальный ремонт, который длился почти год. Здание Дома культуры, построенное в селеновом Асловка в 1985 году, местные жители не узнают. Преобразился зрительный зал, обновилась сцена, переоборудованы кабинеты. Не было у нас игровых комнат. Сейчас у нас игровые комнаты, большой спортивный зал, тренажёры, бильярд, теннисный стол. То есть у нас всё есть для того, чтобы мы работали, чтобы наши дети приходили сюда. Капитально отремонтирована и сельская библиотека, которая находится с Домом культуры под одной крышей. Ольга Францева почти четверть века работает здесь заведующей. Говорит, ремонтом преобразования не закончатся. В планах пополнения книжного фонда, ведь интерес к чтению у сельских жителей в последние годы заметно вырос. Был такой период, вот в моей работе даже, когда началось вот это видео, магнитофоны, диски, как-то стали немножко меньше читать. Но сейчас, несмотря на то, что в компьютеры, ноутбуки, начался подъём в развитии библиотечного отдела. Дети тянутся, взрослые, пенсионеры сейчас много читают. Посещают жители Новомасловки и клубные кружки и объединения. С удовольствием танцуют и поют. Талантами село богато. Город не играет, ладно, да тонко, а и певает, звонка и пчалка. Елена Глотовская, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья. А последний год у нас был сплошной непорядок. Ну сейчас-то у нас порядок, посмотри, что всё красиво. Да, порядок. Теперь уже институт на гостей со всех властей позвать. Непорядком домовёна Кузя называет капитальный ремонт, который длился почти год. Здание Дома культуры, построенное в Селеновомасловке в 1985 году, местные жители не узнают. Преобразился зрительный зал, обновилась сцена, переоборудованы кабинеты. Не было у нас игровых комнат. Сейчас у нас игровые комнаты, большой спортивный зал, тренажёры, бильярд, теннисный стол. То есть у нас всё есть для того, чтобы мы работали, чтобы наши дети приходили сюда. Капитально отремонтирована и сельская библиотека, которая находится с Домом культуры под одной крышей. Ольга Францева почти четверть века работает здесь заведующей. Говорит, ремонтом преобразования не закончатся. В планах пополнения книжного фонда, ведь интерес к чтению у сельских жителей в последние годы заметно вырос. Был такой период, вот в моей работе даже, когда началось вот это видео, магнитофоны, диски, как-то стали немножко меньше читать. Но сейчас, несмотря на то, что в компьютеры, ноутбуки, начался подъём в развитии библиотечного отдела. Дети тянутся, взрослые, пенсионеры сейчас много читают. Посещают жители Новомасловки и клубные кружки и объединения. С удовольствием танцуют и поют. Талантами село богато. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.